Приветствую вас и вот по тому, что вы написали, получается так, что мужчина испытывает к вам симпатию, это совершенно определенное его предложение обойти вместе, приглашение вас в ресторан, значит, это все как бы намекает на его симпатию к вам. Но посмотрите на вот какой момент, вы пишете, что после концерта, билеты на который передала вам ваша подруга, он приглашает вас в ресторан, то есть ресторан это по сути продолжение вашего времяпровождения с ним. Далее, после расставания он вам не звонил вообще, то есть получается, что сам личную инициативу, чтобы с вами пообщаться, провести время, мужчина не проявлял. Затем он приглашает вас провести лекции в его фирме. Приглашение по большому счету деловое, то есть приглашение подразумевает такое профессиональное общение, но он откровенно этим пользуется, то есть он уделяет вам много внимания, каждый вечер зовет ужинать, подвозит до дома, смотрит, снежно все в шето, говорит о том, что мужчина испытывает к вам симпатию. Ему нужен предлог и предлог не личного характера для того, чтобы с вами провести время. И после того, как лекции закончились, этого предлога не стало. И у него нет, как бы, оснований, нету средств, чтобы с вами сблизиться, по его мнению. А написать вам просто как мужчина, просто как человек, он, видимо, не представляет для себя возможным. Почему? Потому что мужчина довольно замкнут и ни разу ничего не говорил о своих чувствах. Это, наверное, свидетельствует о том, что он, скорее всего, интроверт. То есть закрытый человек. Что вам в этой ситуации можно сделать? Значит, ну, во-первых, вот определите для себя, значит, будет ли для вас, лично для вас, унижение, например, или дискредитация из себя, если вы, ну, скажем так, сами ему напишите, сами ему позвоните, или просто сами с ним свяжетесь как-то по, ну, какому-то каналу, да? А если нет, то очень рекомендую вам это сделать. Снимайте, если мужчина интроверт, если он действительно немножечко стесняется, или боится показаться вам озабоченным, или не хочет казаться вам зависимым от вас, то он так вам и не позвонит, гордость не позволит. Но если вы проявите инициативу один раз, хотя бы просто как человек, то есть даже не идет речь о том, чтобы выступать сразу как женщина, да, то есть проявлять свою симпатию, заявлять о встрече, о желании встретиться и так далее. Если вы просто проявите обычную элементарную вещь на почте, спросите, как у него дела, как у него успехи, просто потому, что у вас есть основа на это сделать, ведь какое-то время вместе вы все-таки провели, и это никак вас не задевает, не дискредитирует и так далее. И вот если вы это сделаете, посмотрите на реакцию мужчины, какая она будет. Если он охотно с вами начнет общаться, и вы увидите прямо, что он рад, что он счастлив от того, что вы написали ему, и моментально он предложит что-то сделать, моментально он предложит там встретиться или что-то еще, то значит, что вы просто помогли мужчине найти к вам подход. То есть, по сути, просто показали ему, что небезразличен он вам. Но если вы, например, напишите ему, мужчина ответит, и диалог развития не получит, значит, мужчина вами не интересуется. И, возможно, ему нетрудно будет как-то проявить свое внимание вам, возможно, ему нетрудно будет провести время с вами, но на какие-то шаги, на какую-то инициативу по отношению к вам, он не готов. И его неготовность проявлять инициативу может быть не связана даже с тем, что вы ему неинтересны. Его нежелание проявлять инициативу может быть связано с тем, что он сам по себе нерешительный в личном плане. И тогда уже вам нужно будет ответить себе на такой вопрос. Готовы ли вы, молодого человека, мужчину, постоянно тянуть за собой? То есть, готовы ли вы постоянно проявлять инициативу самостоятельно? Если да, то, пожалуйста, проявляйте инициативу постоянно, все время предлагайте что-то и так далее, но будьте готовы к тому, что это привлечет к занятию вами в позиции ведущего в отношениях, а мужчины в позиции ведомого. И, соответственно, это будет способствовать тому, что мужчина будет пассивным в отношениях. Если вас это устраивает, то никто не может допретить вам проявлять инициативу. Но также это, собственно, будет обесценивать вас в глазах этого человека. Если же нет, то один раз попробуйте, посмотрите на его реакцию, посмотрите, как он это воспримет, и тогда уже будете делать выводы. Пока что получается как? Что вы пришли к мужчине с билетами, проявили вроде бы как инициативу, но эта инициатива была не совсем ваша, это была инициатива подруги, по большому счету. Далее мужчина проявлял инициативу по отношению к вам два раза, радость пригласил вас в ресторан, пригласил вас на лекции и уделял вам внимания. И, возможно, он ждет от вас ответного шага. Возможно, он ожидает, что вы проявите к нему интерес и покажете ему, что вы испытываете к нему симпатию. В любом случае, это нужно проверить, и проверить можно только таким образом, чтобы начать диалог. Хотя бы просто вот на уровне знакомых людей, то есть не личного общения, не интимного отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.